Всем привет! Сегодня мы поговорим об автомобильных пылесосах. Вопрос довольно важный, потому что, ну не так много в России, а если точнее, совсем мало автомобильных пылесосов, которые действительно работают. Одно неверно принятое решение в автомагазине, и можно навсегда разочароваться в этом устройстве. Многие, кстати, так и считают, что пылесосы вообще абсолютно ненужная вещь, потому что толку от них никакого. Думаю, сегодня мы сумеем их разубедить. Итак, у нас будут три теста, три небольшие серии, посвященные этой теме. Каждый раз в наших тестах будут участвовать пылесосы марки Агрессор, либо Смерч, либо Хепа. Этого выполнены с использованием новейших технологий. Об этих технологиях вы узнаете подробнее по ходу тестов. Ну а в противовес им мы берем обычный, самый стандартный автомобильный пылесос. Все тесты, что называется, в полях. Помогать мне будет мой вечный напарник. Ну что, все готовы? Тест первый. Хотя правильнее сказать, теста первая, потому что в нем мы используем муку. Поехали. Ого, братиш, нормально сегодня вырулил. Где взял? Это не мешай, а. Не, что за негатив-то, дружище? Ну и как думаешь, о чем это говорит? О том, что все мельчайшие пылинки проходят сначала сквозь фильтр, тем более сквозь накопитель, попадают в мотор и выходят через то место, откуда выдувается всасываемый воздух. Короче, по сути, ты этим пылесосом отделил самую мелкую, то есть самую опасную пыль от крупной грязи, которая лежала сверху и не давала этим мелким частицам попасть тебе в нос. Слободу бактериям, даешь обострение астмы. Тереверация, это прикол, ребята. Да ладно? Прохладно, качество фильтра и никакого мошенничества. Два агрессора с мерч и хепа удерживают внутри всю грязь, а не только лишь крупные частицы. Теперь попробуем понять, почему. Во-первых, моторы у обоих максимально мощные, насколько позволяет бортовая сеть. Есть сила тока в 14 ампер, весь ее запас и тратится на борьбу с пылью. Одному из пылесосов помогает еще и турбощетка. Сила всасывания, конечно, от этого не увеличивается, но жесткие крутящиеся кисти, что называется, вышкрябывают грязь из плотного борса автомобильного ковролина. Даже если у обычного автомобильного пылесоса сила всасывания наравне с этими ребятами, длится это недолго. Одна чистка салона и фильтр забивается, сила всасывания резко снижается. В принципе, это вообще главная проблема, которая до сих пор ставила под вопрос целесообразность покупки такого девайса, как автопылесос. Две разработки сдвинули ситуацию с мертвой точки. Обе присутствуют в пылесосах агрессор и обе вынесены в название моделей. Хепа – это технология гофрирования фильтра. В принципе, то же самое, что с воздушным фильтром автомобиля. Почему, думаете, фильтрующий материал сложен складками? Таким образом, значительно увеличена площадь фильтра. Грязь, так сказать, задерживается еще на склонах многочисленных складок и до дна добирается нескоро. С фильтром Хепа то же самое, только складки у него еще более замудренные. Хватает на долгие годы. Вторая модель, Смерч, вообще не знает, что такое забитость фильтра. Здесь уже другая фишка. Поток воздуха, который втягивает пыль внутрь пылесоса, представляет собой спираль. Через прозрачный корпус хорошо видно, с таким торнадо-эффектом частички мусора даже не соприкасаются с фильтром. Он всегда остается чистым. Итак, новые сегодня, новые через пять лет. Сила всасывания не теряется. Подобрались к третьему преимуществу. Почему эти пылесосы удерживают внутри даже самые мелкие пылинки, незаметные человеческому глазу? Дело опять-таки в фильтрах, но уже не в их конструкции, а элементарно в качестве фильтрующего материала. Казалось бы, ткань и только. Что может быть особенного? Да, но попробуйте найти у себя дома такой материал, который и воздух будет хорошо пропускать, и мелкие частицы удерживать. Это ведь противоречащие друг другу явления. Можно взять ткань поплотнее, чтобы никакая пыль не проходила, но тогда сила всасывания упадет. И наоборот, через марлю отлично воздух проходит, но вместе со всем мусором. Подобрать правильный материал целое искусство для тех, кто производит пылесосы. Рецепт довольно сложный. Как видите, этот материал по сути трехмерный. Волокна расположены как горизонтально, так и вертикально. Воздух обруливает их великолепно. А вот пыль обязательно зацепит одно из волокон. Итог. Оба пылесоса все, что вдохнули, уже не выпускают. При этом сохраняют максимально возможную силу всасывания навсегда. Недаром Автопрофи определили обе новинки в свою топовую линейку электроустройств «Агрессор». Вывод таков. Хотите проверить автомобильный пылесос? Возьмите с собой муки. Сразу будет все понятно. Но есть и альтернативный вариант. Вместо муки битое стекло. Кому интересно, жмите на второй ролик.